Технологический прорыв Ну, во-первых, настоящим осенним взрывом стала презентация нового iPhone 4s. Хотя для кого как, но разберемся по порядку. Новинкой в самом прогрессивном смысле этого слова стало воплощение в обыкновенном телефоне элементов интеллектуального сознания. Правда, сам iPhone к разряду обычных как раз и не отнесешь. Ну, сами смотрите. Двухъядерный процессор. Камера 8 мегапиксель. Казалось бы, ну куда дальше? А вот где есть куда. Ведь теперь в эту боевую машину засунули личного помощника Siri. Однако вам решать, кто это, он или она. Имя женское, да и говорит тоже девушка. Так что многие парни уже высказали желание купить виртуальную и расстаться со своей вполне реальной. Разработчики подсказывают нам, просто говорите с Siri. Например, стоит ли мне взять зонтик или есть ли поблизости кафе или где ближайший банкомат. Siri не только понимает, что вы говорите, она знает, что вы имеете в виду. Правда? Лучше, чем живая попутчица. Здесь вопросы задаете только вы. Настоящая мечта всех мужчин. А то вот по поводу того же кафе. Подруга наверняка начнет капризничать, узнавать где дешевле. Каждый раз будет переспрашивать, а это свежее? В Siri таких проблем не возникает. Нет, ну я понимаю, что мы раньше такое только в кино видели. Роботы и всякие там говорящие компьютеры. Но это ведь уже наступившее будущее. Честно говоря, пугает. А завтра они что, при помощи телефона уже нами управлять будут? Сначала мы, значит, а потом машины нами? Хотя, чего и говорить, удобно. Siri делает телефонные звонки и отправляет сообщения. Формирует расписание встреч, упорядочивает наборы напоминаний. Так и хочется спросить, а носки не стирает? Ну и как можно обойти такое громкое событие без зарисовки Vox Pop? Глаз народа, так сказать. И чего только не писали блогеры в связи с выходом в свет нового гаджета. Но мы приведем самые забавные. iPhone теперь может отвечать на вопрос, кто ты? Говорит, я твой помощник, я твой слуга, я твой раб. Акции Apple за время презентации iPhone 4s сильно упали в цене. Наверное, потому что не iPhone 5. Разбуди меня завтра в 6.00 и iPhone ставит будильник. Зачем теперь нужны друзья, девушка, вообще социальные контакты? Покупаю и закрываюсь в подвале навсегда. Интересно, а если спросить что-нибудь в духе «любишь меня?» Ищи греческий ресторан в Пало-Альто. Ищет по всем приложениям, даже по курсам акций. Парни из Честершира жалуются, что iPhone не понимает британский акцент. После распознавания голоса следующим шагом станет перевод машины и ваших телодвижений в образ команд. Несколько десятилетий с момента основания компьютера главным средством общения человека с компьютером была клавиатура. В 80-х клавиатуру на второй план начала теснить мышь. Больше не надо было держать память и набор команд. Достаточно было кликнуть курсором на объект. В новом столетии пропадает нужда и в клавиатуре, и в мыши. Появились сенсорные экраны, нажимать на которые можно стилусом или пальцами. Какими будут интерфейсы следующего, четвертого поколения? Специалисты в один голос говорят, что это так называемый естественный пользовательский интерфейс. Его еще называют невидимым, из-за того, что человек на управление вообще не отвлекается. Пользователь общается с компьютером жестами, голосом, мимикой. Сегодня монополистом в этой области является игровая консоль Kinect. Ее разработчиком, как и стоило ожидать, стала компания Microsoft. Здорово, конечно, что техника на службе у человека. Только вот вспоминается один стих из писания. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал. Книга Откровения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok